Всем привет, друзья! Лига наций получила первого победителя в своей истории. Какие выводы можно сделать из этого турнира и на что он повлиял? В ближайшие минуты попытаемся найти ответы на эти вопросы. И спасибо вам большое за попадание предыдущего обзора в тренды. Ваша активность позволила случиться этому действительно историческому событию для канала. Итак, сначала сборные Англии и Швейцарии отыграли матч за третье место, который был назначен на 2 часа дня по местному времени. На 2 часа дня. Вы представляете, чтобы матч Лиги Чемпионов, например, начинался настолько рано? Кстати, в соседней Испании клубы очень часто жалуются на то, когда их матчи ставят на столь раннее время, потому что они мотивируют это тем, что их футболисты банально еще не в лучшей форме. Они относительно недавно только проснулись, а им уже нужно играть поединок. Иногда в Испании играются матчи в 12 часов по местному времени. А здесь и так, это последний матч сезона. Сил особо у футболистов-то и нет. Плюс раннее начало, плюс солнце в глаза. Ну просто идеальное время и место для прекрасного футбольного поединка. Да, просто идеально. Поэтому этот матч, он хоть и получился, так скажем, с подходами, потому что команды, ну не особо-то здорово оборонялись, но в то же время они не особо здорово и атаковали, потому что подходы-то были, а завершение такого, знаете, осознанного, сконцентрированного завершения не было. Особенно это касается, например, Стерлинга. Поэтому, да, Англия и Швейцария это команды больше атакующие, все-таки, чем обороняющиеся, но в то же время они попытались исключить те глупые ошибки. Особенно англичане попытались исключить те ошибки, которые были в полуфинале. Поэтому 0-0 по итогам 120 минут этого великолепнейшего футбольного матча. Кстати, Сеферович, прости, я снова включил твой поединок в прямом эфире, поэтому у тебя не было шансов забить. Гол за весь матч было аж целое одно интересное событие, когда Пикфорд забивал пенальти в послематчевой серии. Это все. Он подумал, ну раз уж мы Португалии, то повторю-ка я подвиги Рикарду времен Евро 2004. Но сделаю это немножечко в другой последовательности. Сначала я забью, а потом возьму удар соперника. Не хватало только одного, чтобы он отбивал удары голыми руками. Но хотя бы когда он пробивал, он перчатки снимал. То есть какое-то сходство с Рикарду точно найти можно. А в общем, какой можно сделать вывод? Англичане выигрывают по пенальти, берут это самое третье место, если им это настолько важно. Но главный вывод заключается в том, что проклятие серии пенальти с англичан, похоже, снято. Потому что последнее, что я помню, это Евро 2012 и их поражение в матче против сборной Италии. После этого чемпионат мира 2018 и выигранная серия пенальти. И вот здесь снова выигранная серия пенальти. Получается, что поколения сменились и проклятие тоже ушло. Друзья, и хоть финальный матч закончился с очень простым счетом, но многие думали, что в Португалии может забивать только один человек. Поэтому наш банк продолжает расти. А наш следующий матч это игра двух лидеров своей группы отбора на Евро, Украина-Люксембург. Каким будет счет и кто забьет голы? Пишите свои прогнозы в ответах на специальные для этого комментарии до начала матча. Поверьте, позже писать просто бессмысленно. А если вы уверены в одном из исходов этого поединка и хотите сделать на него ставку, надежнее всего это делать на сайте MarathonBet. Ну и, собственно, сам финал между Португалией и Нидерландами. Перед этим матчем нагнеталась какая-то слишком обостренная атмосфера вокруг борьбы за золотой мяч. Почему-то именно этот поединок должен был якобы иметь колоссальное значение в этой самой борьбе. Типа, если сейчас Криштиану Роналду обыгрывает Ван Дейка, то он автоматически выигрывает золотой мяч для Леонеля Месси. Это чье воспаленное сознание придумало настолько сложную схему? Почему это вообще не так? Потому что Лига Наций это полутоварищеский турнир, который просто пришел на смену обычным товарищеским матчам сборных. Как это может на что-то глобально повлиять? А Лиги Наций забудут через две недели. Ну, может быть, через три. Никто об этом даже не вспомнит. А если мы посмотрим, например, с другой стороны? Хорошо, Ван Дейк выигрывает эту Лигу Наций. И что? Типа, он выиграл у Роналду, и это настолько важно? Он и так выиграл у Роналду в этом финале почти все, если не все, личные дуэли. Что еще должен сделать футболист для завоевания личной награды? Я не понимаю, как-то все слишком уж усложненно. Все гораздо проще. Смотрите на мир чуть-чуть проще. С другой стороны, все же понятно, с чем это делается. Потому что фанаты Лионеля Месси и Криштиану Роналду, чьи команды провалились в этом сезоне в Лиге Чемпионов, на фоне Ливерпуля, например, разумеется, при каждой удобной возможности пытаются превознести своих кумиров выше Ван Дейка. Но Лигой Наций, Лигу Чемпионов перебить даже в теории никак нельзя. Даже в теории. И это при том, что лично я продолжаю считать фаворитом в борьбе за золотой мяч Лионеля Месси с вероятностью победы где-то 51%, а у Ван Дейка 49%. Потому что Лионель Месси в одно лицо выиграл Ла Лигу, плюс выиграл золотую бутсу Европы в этом сезоне, а за нападающих всегда лучше голосуют, чем за защитников. Кроме того, как я уже сказал, есть якобы вина футбольного мира перед Лионеля Месси за пятое место его в прошлом сезоне. А если еще и будет Кубок Америки выигран, то тогда, конечно же, шансов нет ни у кого. Но! Но! Лига Наций не влияла вообще ни на что. Она не может повлиять на золотой мяч. Поэтому, как бы, можно кричать что угодно, но это абсолютно бесполезно. Что касается финала. Значит, португальцы, которые играли этот турнир дома, конечно же, им было, как бы, приятно выиграть его здесь. И они были гораздо более заряжены на эту победу, и они отыграли великолепно. В своем стиле. То есть, свой стиль был показан на все 100%. Он уничтожил сборную Голландии. Потому что железобетон в центре поля и сзади. Они перекрыли полностью сборную Голландии. И в первом тайме, при владении 40 на 60, конечно же, в пользу команды Кумана, удары 12-1 в пользу сборной Португалии. Некоторые источники даже давали 12-0 в пользу сборной Португалии за первый тайм. То есть, все абсолютно понятно. Каким образом это все происходило? То есть, мяч вроде бы как у голландцев, но ударов у них нет. Дело в том, что португальцы выпустили в этом матче сразу два огромных шкафа в центр поля. Вильям Карвалью и Данилу. Они были 4 метра на двоих. И там, не знаю, около 200 килограмм веса. Это пройти просто невозможно. У Голландии нет таких футболистов, которые способны выдержать борьбу с такими парнями. Поэтому что происходило? Де Йонг падал вниз к Ван Дейку в пару. Де Лихт шел на место правого защитника. Дей Либлинт оставался слева. А правый защитник номинальный шел повыше, чтобы сразу такой дугой вывести мяч. То есть, обойти эту центральную зону, эту опорную зону, огромную, мощнейшую зону Португалии через фланги. То есть, вот так все это работало. Поэтому у Де Йонга за этот матч почти нет вертикальных передач. Вертикальных таких длинных передач. Их нет. Максимум это на Де Руна на 5 метров. Вот тут рядышком отыграться. И на двух защитников. Ван Дейк, Де Лихт и погнали дальше обходить эту опорную зону. А это очень важно. У Де Йонга же проникающие передачи это одна из самых сильных сторон. Он видит поле. Он понимает, как можно максимально вот этот показатель импакта увеличить у своей команды. То есть, отрезать максимальное количество футболистов соперника. Этого вообще не было в этом матче. Вообще. А даже если они пытались обходить это все с флангом, все равно рано или поздно они попадали на вот этих огромных шкафов. Либо два опорника. Плюс есть еще два огромных центральных защитника. У Голландии нет таких нападающих и хавов, которые способны это проходить. Вот эту всю мощь. Поэтому и 12-0 по ударам. Или 12-1. И вообще разнос по ударам в этом матче от сборной Португалии. Но! Португальцы, конечно же, били-то они били, но тоже без толку. Счет очень долго держался 0-0. И Рональд Куман пытался влиять на эту игру. Он понял, где проблема. Это было очевидно абсолютно всем, что мяч в центре поля двигается. Он вообще в центре не двигается. Он двигается только вокруг центра поля. Поэтому он выпустил... Сначала он выпустил Промеса в атаку, чтобы кто-то наконец-то там зацепился и попытался зацепиться за мяч. Плюс он выпустил Ван Дебека в центр, чтобы Де Йонгу было кому пасовать вертикально вот эти самые передачи. Но только-только Ван Дебек как бы вышел. Еще ничего не начало происходить. А уже португальцы забили свой единственный гол в этом матче. Спустили многих собак на Де Лихта. Но спустили собаки те люди, которые не понимают, что вообще произошло в этом эпизоде. Смысл в том, что португальцы перегрузили зону правого защитника сборной Голландии. Их там было целых трое. Потом они отыграли этого защитника. И Де Лихт, понимая, что либо я сейчас выйду на перехват и попытаюсь там сразу убить эту атаку их в зародыше, либо я сейчас останусь здесь, и они меня все равно разорвут. Он выбирает, конечно же, вариант выйти вперед. Но его обыграли. Его обыграли. Такое бывает. Это ошибка имени Серхио Рамоса. Таких ошибок у Рамоса просто полно в каждом матче. Иногда по несколько их происходит. Когда он выдвигается вперед, за собой оставляет пустую зону. Он надеется на то, что он сейчас заберет тут мяч, но его отыгрывают. Это типичная ошибка Серхио Рамоса. Это типичная ошибка защитников, которые верят в то, что они сейчас задавят соперника. Но иногда их проходят. И это случилось в данном эпизоде. Этот эпизод действительно стоил победы сборной Нидерландов в Лиге нации. Это очевидно. Но это же не была какая-то там равная игра, еще там чего-то нет. Португальцы всю игру душили. Они просто использовали один из своих моментов. Поэтому не будьте как наши футбольные комментаторы, которые сразу клеймят футболистов по ходу поединка в режиме онлайн и так далее. Они не разобрались, какая там была вообще ситуация на поле. Но обозвать игрока, опустить его, сказать, что он просто лох, это же легче всего. А разобрать эпизод, это надо иметь немножечко мозгов. Кроме того, как я считаю, есть еще немножечко доля вины и у Силасена, который показал, почему он не топ-голкипер, так им и не стал, так им и не станет. Потому что, да, удар Гуэдыша был силен, я не спорю, но Силасен на него среагировал, и он полностью отбивал мяч ладонью. То есть Силасен показал слабость своей кисти, что ли. Потому что я уверен абсолютно на все 100%, что когда Нойер дотягивается вот так до мяча, когда Дехе дотягивает, когда Терштеген дотягивается до таких мячей, то есть когда они вытягиваются в струнку и полностью ладонью закрывают мяч, шансов нет у вас. Он не залетит в ворота. А Силасен отбивает такие удары себе в сетку. Да, сильный удар. Да, прошивал. Да, и так далее. Но у меня есть 100% уверенно, что некоторые голкиперы точно бы этот удар потащили. Голландцы бросились в конце, выпустили Де Йонга, другого Де Йонга в атаку. Неплохие несколько навесов. Но это же навесы. Навесы и сборная Голландии. Это было бы немножечко, так скажем, ну не в их стиле вот так сравнивать счет. Поэтому абсолютно заслуженная победа сборной Португалии и в этом матче, и на этом турнире. Де Йонг, который Фрэнки получил лучшего молодого футболиста Лиги наций. Это абсолютно заслуженно. И даже несколько за вот эту финальную часть. Хотя здесь он выполнил на все 100% свои функции. Ну разве что в финальном матче здорово перекрывали там опорку. Но в принципе и в полуфинале. И на групповой стадии, когда он французов возил, господи, как детей. Поэтому он получил заслуженно эту награду. А лучшим футболистом турнира, вообще лучшим футболистом Лиги наций стал Бернардо Силва. И это еще более заслуженно. Потому что без Бернардо Силвы никакой скорости в атаке сборной Португалии просто не было бы. Никто не способен так разгонять эти атаки. Никто не способен так задерживать мяч у себя на чужой половине поля и в чужой третье поле. Потому что только Бернардо Силва, только на нем на самом деле все держится. Да, Роналду реализует. И тут вопросов нет. Но уберите Бернардо из состава. И сборная Португалии вообще перестанет атаковать. Вообще. А поэтому все заслуженно. В общем, сборная Португалии в отличной манере, доведя свой стиль футбола, но чуть ли до максимума, выигрывает домашний турнир Лиги наций. Домашнюю финальную часть. Абсолютно заслуженно. Вопросов нет никаких. Но, как оказалось, эта победа даже не дает путевки на Евро 2020. Это просто победа. И трофей. И деньги. Но никакого турнирного значения. То есть, понимаете, например, победа в Лиге Европы или в Лиге Чемпионов 100% гарантирует тебе участие в следующей Лиге Чемпионов, если ты там внезапно не попал в эту самую Лигу Чемпионов через свой родной чемпионат. А здесь мы посмотрели турнир, который был лишен вот турнирного смысла. Да, победа есть. А дальше-то что? Поскольку этот турнир не главный, а второстепенный, то он в теории должен был давать какие-то преференции его победителю, а этих преференций просто нет. То есть, бессмысленный турнир. Я не принижаю победу сборной Португалии, потому что она, во-первых, была классная, во-вторых, заслуженная. Но я пытаюсь сказать, что нужна какая-то изюминка, которая заставила бы эти самые элитные сборные бороться за победу в этом турнире, а не сливаться, как, например, сборная Бельгии еще на групповом этапе. Ведя 2-0 в матче против Швейцарии. Квалификация на Евро идет полным ходом, но пока без особого развития событий, потому что на данный момент главную роль играет именно календарь матчей. Например, Северная Ирландия может набрать уже 12 очков в группе с Германией и Нидерландами, но они против этих двух фаворитов еще не играли ни разу, поэтому их первое место пока ни о чем не говорит. Из интересного только одно. Скорее всего, уже можно говорить о том, что Турция вернется на большие турниры, потому что она смогла обыграть дома сборную Франции, тем самым заставив других участников группы, если не хотят выйти на Евро, тоже побеждать чемпионов мира. Я не думаю, что Исландия и Албания, а также Молдова и Андорра будут способны это сделать. Друзья, большое спасибо вам за внимание, за лайки и комментарии под этим обзором. Как вы видите, это может вынести нас даже в тренды. Надеюсь, вам понравилось, и мы увидимся уже совсем скоро в новых обзорах. Играйте в футбол! Субтитры сделал DimaTorzok